Привет, с вами Джейн. Я так посмотрела и поняла, что вам понравилось видео, где я показала вам песни, которые звучат одинаково. И, конечно же, это далеко не предел, еще просто куча песен, которые звучат максимально похоже. Но! Это вовсе не значит, что эти песни плагиаты друг друга, что кто-то у кого-то что-то стырил. Хотя такое тоже не исключено. Существует просто масса причин, по которым песни могут быть похожими. Это может быть по той причине, что кто-то у кого-то купил сэмпл. То есть, исполнитель купил этот кусочек песни, и он имеет полное на нее право. Он может хоть 10 таких песен еще выпустить с этим вот кусочком. Это может быть просто музыкальное совпадение, где мелодия одной песни может быть очень похожа на мелодию другой песни. И это тоже не плагиат. Есть песни, где просто используются одинаковые инструменты, и, соответственно, они звучат похоже в каких-то местах. Поэтому нам кажется, что это плагиат, но это может быть не плагиат. Ну и существует, конечно же, плагиат, где просто тупо кто-то у кого-то что-то украл. Но я не беру на себя ответственность и утверждать, что какая-то песня плагиат другой, поэтому я просто вам буду включать песни, которые, по моему мнению, звучат очень похоже. Ну а те, кто не видел мою первую часть песен, которые звучат одинаково, я рекомендую, конечно же, посмотреть первую часть. Ну или посмотреть сначала вот эту, а потом посмотреть первую часть. Ой, в общем, делайте как хотите. В этот раз я буду включать песню, которая была выпущена позже, а потом ту песню, которая была выпущена ранее. Просто мне кажется, что вы, скорее всего, будете знать ту песню, которая была выпущена ближе к нашему времени, чем песню, которая выпущена была когда-то давно. Поэтому, наверное, так будет легче воспринимать, но все такое... Поехали! Я сначала долго сидела и думала, какую же песню мне это напоминает Какую же песню Потом мне пришел в голову Тарантино, и я все поняла Не знаю, как вам, но мне кажется, что эти песни прям очень-очень похожи Ну, во всяком случае, проигрыш, ну вот прям вот Поехали дальше Если честно, сначала я даже не сразу поняла, что песня Burn и песня Fine очень похожи между собой Это только спустя какое-то время я такая, секундочку, песня Fine на что-то же похожа Ну, то, что они звучат очень похожи, это факт Очень многим процесс монтажа кажется чем-то сложным и непостижимым А тебе просто хочется быстренько смонтировать свой влог Или сделать слайд-шоу из фото и сразу залить это все дело на YouTube С Мовами монтаж ваших видео будет очень быстрым и простым Потому что все освоение программы займет всего лишь несколько минут К тому же весь интерфейс программы на русском языке, что значительно упрощает ее понимание Все, что вам нужно, это просто добавить фото, видео, музыку на дорожку и монтируйте в свое удовольствие К тому же в Моваве сейчас можно добавить несколько видеодорожек, между которыми свободно перемещаются клипы Для того, чтобы разнообразить и украсить свое видео, добавьте титры, переходы, стикеры Которые при желании можно добавить стикер-паками из магазина эффектов Теперь вы сможете свободно наслаждаться творчеством, а не страдать от технических проблем. Ссылка на скачивание в описании и специально для моих подписчиков промокод JANEKRAVITS на скидку 30%. Успокойтесь, нажмите на паузу, скачайте Movavi, а я посижу пока тут подожду. Ну что ж, давайте дальше. Долго я ждала. Я заметила, что очень многие в комментариях писали под прошлым выпуском песни, которые звучат одинаково, два слова. Серебро и Momoland. Я раньше не слышала песню Momoland и не могла понять, кто у кого что там украл. Песня группы Серебро, которую мы писали, называется Mi Mi Mi, которую я знаю, поэтому, естественно, я ее не гуглила. И, соответственно, у меня оставался вопрос по поводу песни Momoland. Бум-бум! Я ее послушала. И первой моей мыслью было, признаюсь честно, какого черта мы опять что-то стырили у кого-то. Но вот тут я удивилась. Я открыл комментарий и увидела, что, оказывается, песня корейской группы Momoland была выпущена в 2018 году, в то время как песня группы Mi Mi Mi... Песня группы Mi Mi Mi. В то время как песня группы Серебро Mi 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 была выпущена в 2013 году. Соответственно, получается, корейцы стырили у России. Про следующие две песни я тоже узнала от подписчицы. Но здесь уже прям очевидно, что вокал и тембр и подача вокалиста очень похожи на Imagine Dragons. Поэтому нам кажется, что звучит очень похоже, даже как будто кто-то у кого-то что-то стырил. Здесь эти песни звучат, конечно, не супер одинаково, но я подумала, что вам будет интересно, потому что те, кто любит обычно одну группу, хотят найти какую-то группу, которая будет чем-то напоминать им их любимую группу. Слишком сложно, но я думаю, что вы поняли, поэтому я подумала, что вам может это понравиться и, в общем, вот. Следующие песни. Здесь, сразу говорю, стоит послушать музыку, потому что музыка здесь прям вот очень похожа. И знаете что, стоит ли говорить о том, что клип здесь тоже похож? Следующая песня от Луи, которая из One Direction, а все мы знаем, что One Direction не распались, а не на перерыве, да, конечно. Давайте послушаем, какая же песня очень сильно похожа на песню Луи. Я нашла в кармане пузырьбы. Feels like you're standing on the edge. Вы были удивлены? Я да. Далее это просто моя любимая рубрика, когда исполнитель тырит сам у себя, то есть он пишет песню, которая похожа на его собственную. Блин, ну похоже ведь. Ну это Сиэ, ей можно вообще все простить. Сиэ может выпустить хоть целый альбом, состоящий из одной и той же песни. Я все равно его куплю и буду слушать. И говорить, что это самый классный альбом Сиэ. Одно дело, когда зарубежные певцы тырят у других зарубежных, либо российские певцы тырят у зарубежных певцов какие-то мелодии. Но очень странно, когда люди из России тырят у людей из России, потому что это как минимум очевидно. Очевидно, что здесь уже, ну, скорее всего, плагиат. Хотя я обещала себе, что я не буду в этом видео говорить или утверждать, что какая-то песня является плагиатом. Ладно. Я не уверена, что это плагиат, но эти песни, по-моему, крайне похожи. Следующую песню я услышала, когда смотрела Евровидение в этом году. Я сидела и просто не понимала, какую же песню мне напоминает выступление участницы из Мальты. А потом я поняла, что эта песня уникальна тем, что она напоминает просто сразу и все. То есть они, видимо, хотели сделать такую песню, которая понравится просто всем. Просто всем зайдет. Так, вот это слово вы знаете? Знаете, супер. Наверное, когда они писали эту песню, они руководствовались тем, что нужно составить песню, где в тексте будут те слова, которые знают абсолютно все. И знаете, у них действительно получилось написать такую песню, потому что у меня складывается такое впечатление, что я знаю эту песню просто сто тысяч лет уже. Такое ощущение, что это не песня, а просто видео на ютюбе, которое называется ТОП ЛУЧШИХ ПЕСЕН ДЕСЯТИЛЕТИЯ. Далее. Ну, мелодии здесь, очевидно, очень похожи. Вот когда я слушала следующую песню, я такая, типа... Серьезно? Такая песня уже есть! Но, несмотря ни на что, мне почему-то очень понравилась песня Джеймса Артура. И я добавила ее в свой плейлист, и скоро будет видео-песни, которые вы добавите в свой плейлист. Едем дальше. Почему эти песни похожи? Ну, у меня есть подозрение, что эти две песни похожи просто потому, что там Lil Pump. Вот это совпадение совершенно случайно для себя открыло. Я просто смотрела танцы на ТНТ. Неважно. И услышала, что эта песня мне что-то дико напоминает. И никак не могла понять, что именно. А потом до меня дошло. Сиара Доус. Вроде песня новая, 2018 года, но я слушаю и понимаю, что аранжировка какого-то старого образца, такого прям старого, хорошего, что-то же она мне напоминает, что же она мне напоминает. Ах, да. Послушайте, бит очень похож. Тут я сразу скажу, что в этой песне прям очевидно сэмплирование, потому что по-другому быть и не может. Потому что песня была очень популярной, и она до сих пор популярна, и все ее, в принципе, знают. По традиции напишите в комментарии песни, которые, как вам кажется, звучат одинаково, которые я еще не озвучила, или, может быть, о которых я не знаю, потому что очень часто вы пишете в комментариях те песни, которые реально звучат похоже, но о которых я просто даже и сама не догадываюсь. Поэтому я с удовольствием вставляю эти песни в свое видео. Вот. С вами была Джей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok